Группу ТНМК обокрали в Европе, забрали даже документы. Украинскую группу ТНМК обокрали в Германии во время их благотворительного тура. Музыканты были в Дрездене, когда из их автомобилей вынесли все ценные вещи, включая документы. О деталях происшествия рассказал в Facebook Александр Фози-Сидоренко. Детали ЧП в Дрездене. Артисты оставили свой автобус без присмотра и этим воспользовались злоумышленники. Воры унесли даже документы украинцев. В ходе сегодняшнего выступления в Дрездене обокрали наш бус. Компьютеры, документы, деньги. Выясняем последствия, блокируем карты. Весело, короче, написал Фози в соцсети. После этого музыкант Фози написал, что группа сейчас приехала в Варшаву на концерт. Двое из команды остались без документов. Окей, Google, у нас двое остались вообще без документов. Сегодня мы в Варшаве, завтра в Кракове. Куда стучаться по Аус-Вайсу? Плюсы, минусы, подводные камни. Написал представитель коллектива. Также в комментариях Фози отметил, что в автобусе во время кражи никого не било, водитель спал мирно в отеле. Как мы ранее писали, Анну Резаддинову обокрали в Испании, а полиция умыла руки. Напомним, ранее зимой известный ведущий Анатолий Анатольевич рассказал, как его обокрали в Майами. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы оставаться в курсе важных новостей. Также под видео вы найдете ссылку на скидки на Алиэкспресс. Спасибо за просмотр.